Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Рада вас приветствовать! Надеюсь, мне хорошо слышно и хорошо видно. Я Бахтина Елена, и сегодня у нас с вами запланировано открытое чтение книги. Здравствуйте, здравствуйте! Очень рада вас видеть. Немножко волнуюсь. И вы знаете, мне очень повезло. Прям такая собралась очень мощная, классная, красивая команда, которая помогает мне в выполнении этого непростой задачи. Мало знать, что хочешь сказать миру, но надо еще уметь это упаковать и сделать так, чтобы всем было удобно, и чтобы каждый, кто хочет подумать о своем здоровье, смог получить эту информацию. Я вам очень-очень благодарна, уважаемые дамы и господа, за то, что сейчас я просто живу в таком шквале обратной связи. Это, знаете, подобное притягивает совершенно бесподобное. Я просто очень-очень вам благодарна за такую обратную связь. Я жила, работала много всегда, но я не ожидала, что, ну вот, такую прям, ну не знаю, я прям волнуюсь. Очень-очень много обратной связи, очень много благодарности. Я действительно вам очень благодарна за то, что вы неравнодушны к тому, что мы с вами вместе делаем. Потому что я так понимаю, что это не просто книга, это вещь, которая хоть немножечко, хоть совсем чуть-чуть, но поменяет представление людей о собственном здоровье. И вы знаете, видимо, мы как люди, как население, что ли, просто даже готовы к этому. Ведь уже наелись таблеток, уже попробовали все методы медикаментозного лечения. И наша официальная медицина, конечно, молодец в решении острых проблем по здоровью. Но наша с вами личная задача и наша с вами личная ответственность никогда не доводить до каких-то патологических ситуаций. И вот я очень рада, что вы прям так поддерживаете и думаете со мной в одном направлении. Мы вместе с вами думаем в одном направлении. Это, по-моему, очень-очень здорово. Вот, да, и сразу, прежде чем я кусочек книжечки сегодня зачитаю, не знаю, какой у меня получится в прошлый раз с комментариями, небольшой успела кусочек дочитать, я хочу немножко рассказать о том мероприятии, которое будет 16 февраля. 14 февраля выйдет книга, а 16 февраля будет круглый стол, на котором мы с вами договоримся о намерениях, потому что это же не просто книга, понимаете, да, это тренинг. Я, понимая, что моя задача поменять стиль питания, помочь человеку, поменять стиль жизни, я понимаю, что я с человеком должна быть в районе где-то трёх месяцев. Это может быть 90 дней, вот те курсы, которые я сейчас веду, они длятся 90 дней, это может быть 100 дней. И вот я хочу быть с вами рядышком 100 дней, пока... Ну, вы, конечно, эту книгу быстро прочитаете, но 100 дней я буду капать своей информацией, и я надеюсь, что нам с вами удастся достичь, ну, просто нереальных, крутых результатов по здоровью и всего лишь просто питанием, умеренной физической нагрузкой в удовольствие, ну, и позитивными эмоциями. Я очень-очень этого хочу. Поэтому, кто ещё не успел книжечку приобрести, вы её заказывайте. Она 14 числа упадёт вам на электронную почту, и с 14 февраля вы начнёте получать мою поддерживающую терапию. Ну, в смысле, мои письма, которые будут вас поддерживать в желании быть лучше, краше, младше и здоровее. Так вот, а 16 февраля будет круглый стол, на котором мы договоримся о намерениях, и, может быть, вы захотите нести доброе, светлое и здоровое дальше. Ну, в общем, это не то чтобы секрет, но я пока... Ну, у меня есть чёткий план действия, и самое главное, что мы с вами все вместе, всё заодно. Я думаю, что мы с вами сделаем просто прорыв. Я никогда не думала, что могу быть тем человеком, который, ну, как бы, сделает прорыв в какой-то отрасли, но я одна, конечно, нет. Но я чувствую, что просто критическая масса такая. Вы невероятно все молодцы, мы все вместе можем сделать больше, чем какой-то один человек. Поэтому 16 февраля жду вас на круглый стол. Зарегистрироваться можно. Танечка будет выдавать Google-форму для регистрации в Директ. Просто напишите в Директ, и она вам выдаст эту Google-форму. Зарегистрируйтесь, мы возьмём ваш e-mail, и вас обязательно пригласим на закрытую встречу. Спасибо большое, спасибо. Я не знаю, как я могу хорошо выглядеть. В связи с подготовкой книги я каждый день засыпаю в 3 часа вечера. Бедные мои надпочечники. Да, да, да. Но ничего, вроде пока справляется. Но после 14 числа, наверное, полегчает. Наверное, полегчает. Хорошо, ну что, а сейчас давайте я обещала интервью вам дать с одной моей знакомой печенью. И это кусочек из книги. Если вы готовы послушать, то я точно готова. А вот сейчас прям и начну читать. Да, только возьмите с собой водичку, потому что... Давайте пивнём, потому что мы должны сначала поухаживать за собой, а потом уже воспринимать информацию. Итак, интервью с одной знакомой печенью. И снова здравствуйте. Давайте поговорим о еде. Внутренний огонь виден, да? Вы не вы. Вы клетка печени собственного организма. У вас такая судьба родиться в одном организме без возможности его поменять, если что не так. Уволиться можно только на операционном столе. А это не выгодно ни хозяину, ни вам. Обычное утро обычного дня. Завтрак. Кофе. Хозяин на работе. Кофе с печенькой. Хозяин после работы. Пицца с пивом. Хозяин дома. Непонятно что, но много. Ночной дожор. Это что-то вкусненькое. А я, я, клетка печени, должна сделать транспортные белки, чтобы связать бельрубин. Страшный яд, если его не связать. Сделать липопротеиды. Тоже белки в связке с жирами, чтобы в организме хватило ремонтной мастики. Сделать белки для иммунной системы. Сделать белки свертывающей и противосвертывающей систем, чтобы не было тромбозов. Проследить за пигментным обменом. Это очень важно для девушек, которые следят за чистотой своей кожи. Сделать гликоген запас энергии. Нет, уже жир, так как есть передозировка углеводов. Сделать желчь. Он опять поел. Представляете? Сделать гормоны и ферменты для пищеварения. Ой, это же пиво. Ещё сделать транспортные белки для вывода токсинов. А что так много глюкозы прёт? А-а-а, это у него ночное вкусненькое, без малейшего шанса на сжигание с получением энергии. Значит, опять будем жиром заплывать. Избыток глюкозы переводится в жир. Ведь знает подлец, что у нас жировой гипотоз. Эссенциале даже пьёт два раза в год. Вот кто бы ему объяснил, что меньше надо жрать? Это я взяла интервью у одной знакомой печени, перевела на русский язык. И вот. Давайте я вам расскажу. Здравствуйте, здравствуйте. Что я вам всё расскажу, чтобы ваша печень, равна и как и любая другая клетка вашего организма, не обижалась на вас. Чтобы она гордилась вами и всем рассказывала, как ей повезло родиться у такого крутого хозяина. Разница, для этого нам нужно понять, разница между энергетической и строительной функциями пищи. Представьте себе, что я дала вам два свёртка бумаги и попросила растопить камин. Вы подходите к камину, разворачиваете свёрток, а там 100-долларовые купюры. Вы быстро разворачиваете второй свёрток, а там макулатура. Чем будете камин разжигать? Так и в организме. Есть углеводы, которые сразу в топку. Это макулатура. Быстро станет тепло и светло. А есть белки и жиры. Это стройматериал. Никто в здравом умеет деньгами. Камин топить не будет. На деньги покупаются стройматериалы или готовые дома с готовыми каминами. Позвольте мне пока опустить тему жиров. Давайте устроим мозговой штурм. Что есть? Белки или углеводы? Или даже так. Что я ем? Белки или углеводы? Я вам так скажу. Вы кушаете и то, и другое. Вот только если вы себе не нравитесь в зеркале, соотношение этих белков и углеводов в вашей пище, скорее всего, надо пересмотреть. Итак, конституция организма. Первый пункт. Белки. Самая важная часть питания и структуры тела. В топку, на сжигание и мгновенное получение энергии белки не идут. Их бережно расщепляют. Они попадают в кровь в виде раствора аминокислот. Усваивается каждая клеточка организма, так как везде идет строительство. Старое разрушают, новое строят. Второй пункт конституции. Могут ли белки тела или аминокислоты пищи пойти на получение энергии? В топку. Могут. Но для этого надо не давать более дешевых материалов, углеводов, жиров. Надо долго не давать. Это голод или почти голод. Это когда сидишь на салатиках. Так что привет всем модницам, которые сидели на голодных диедах и радовались снижению показателей на весах. Насколько вам этого хватило? Через какой промежуток времени организм вернул все на место? Книга тренинг. Поэтому там будут пустые места, которые вы можете заполнить. Третий пункт. Белки. Это для строительства. Четвертый. Углеводы. Это энергетическая часть пищи и энергетическая часть тела. Когда вы съели сахарок, он моментально приходит в кровь и идет к клеткам. Клетки рады, так как это самая простая форма энергии. Запустил ли в цикл Крепса одну глюкозу, получили 38 батарей к энергии, 38 молекул АТФ. В клетке появился свет, интернет, заработал туалет, все радости жизни. Пятый пункт. Пришло время обеда. Новая порция глюкозы прет в кровь. Ее встречает инсулин. Он всегда ее встречает. Это джентльмен, который галантно берет глюкозу под локоток и провожает до клетки. Без него глюкоза в клетку не попадет, нет ключа. А клетки говорят, инсулин, зачем нам глюкоза? У нас энергии хватит до следующего утра. Веди назад, откуда взял. Но по многим причинам, которые я расскажу в главе про углеводы, эта глава еще не написана, но она уже в планах. Не переключайте, оставайтесь с нами. Инсулин не может этого сделать. У него тайное задание быстро запихивать глюкозу по клеткам, оставляя в крови 3,5-5,5 ммл в капиллярной крови, чтобы не раздражать лечащего врача. И он говорит клетке, миленькая, прими глюкозу, ну что тебе стоит? Сделай гликоген, запасное питательное вещество, тратится при стрессовых и интенсивных нагрузках. Точно, думает клетка, как же, что же я от запас-то отказываюсь? И принимает глюкозу, делает гликоген. Шестой пункт. Но хозяин не унимается, у него, видите ли, ужин. Сегодня 1 кг плова под пивко. Кстати говоря, в сопроводительных вот этих вот письмах у меня родилась целая там рубрика, называется «Стройный приговор». Вот, поэтому обращайте внимание, когда будете получать эти письма. Так вот, я там разбираю этот плов. Сегодня 1 кг плова под пивко, детям под кока-колу. Это вообще тонна глюкозы в крови. Инсулина всё больше. Так как глюкозы всё больше, а инсулин на минутку стрессовый гормон, давление прыгает, пульс учащается, дыхание поверхностное и опять инсулин к клетке на поклон. Да знает он, что ей энергия уже не нужна. И гликоген она сделала. А хозяин, как назло, весь день за столом сидит. Конечно, он этот гликоген ещё не израсходовал. Что же придумать? Как запихнуть глюкозу в клетки? Как её запихнуть? Давайте подслушаем. Стук в дверь. Клетка, нехотя, открывает. За порогом инсулин с воинственным видом и глюкозой. Клетка, не возьму, даже не проси. Инсулин, ты родину любишь? Клетка, в замешательстве. Люблю, кто ж её не любит. Инсулин, значит, возьмёшь. Иначе она у меня тут таких дел наделает. Бахтина о ней в главе про углеводы расскажет. Клетка, ну ладно, только в последний раз. Ты меня понял? Инсулин, понял, сказал инсулин, закрывая за клюкозой дверь и обречённо вздохнул. Ведь он ещё не знает, что будет второй ужин, поздний ужин. И перекушу чего-нибудь на ночь. Клетка глюкозы. Ну вот что мне с тобой делать? В цикл крепсанной энергию не пошлёшь. Значит, будем из тебя делать жир. Три глицериды или холестерол. И ведь клетка ещё не знает, что эта капелька жира на сегодня не последняя. Хозяин продолжает жрать, ну, извините, есть углеводы. И откуда ожирение печени? Почему мышцы замещаются жиром? Почему над ремнём висит живот? Почему у массажистов обе руки левые помогают, пока массажируют? Вывод. Жир на ваших боках – это не передозировка жиров в вашей пище. Жир на ваших боках – это передозировка углевода в вашем питании. Это лишняя глюкоза, фруктоза. Есть лишняя глюкоза, фруктоза – будет жир. Кто только присоединяется, сразу говорю. Я зачитываю фрагмент книжечки, которая называется «Старости нет!» или «Как оставить своего доктора без работы». Это книжка, которая выходит 14 февраля. Это книга, которую я написала болванку, но то, что наша замечательная команда с неё делает, просто мне очень нравится. Я не рассчитывала на такой подход. Вот поэтому сейчас какие-то фрагменты вам зачитываю. Дальше у меня… Ну, давайте ещё дочитаем. Я постоянно какие-то даю ссылочки на научные выкладки, чтобы вы понимали, что да, я всё упростила, я сделала просто как для детей. Ирина, которая вычитывает мою книгу, она говорит, что мне срочно нужно писать книжечку для детей. И на самом деле у меня даже есть файл-заготовка «Сказки про здоровье». Потому что если детки в самом младшем возрасте будут понимать, как у нас там всё фурычат, то они будут защищены от множества бед и пищевых огрехов. И даже родителям запретят вести себя неправильно. Главное – прочитать правильную книгу в детстве. Так вот, вот такие вот выкладки. «Количество энергии, которое запасено в одном грамме жира, в шесть раз превышает количество энергии, запасённое в одном грамме гликогена». Вот почему именно жир стал основным запасным источником энергии. «Стайр биохимия». Но, вы знаете, дальше у меня по тексту разбор рациона. С вашего позволения я его не буду зачитывать, потому что это совершенно нечитабельно, это нужно пробежать глазками. Но я вам тут предлагаю разобрать обычный рацион человека, который считается здоровым, и вы уже снётесь, что там на самом деле происходит. И мы разберём и по белкам, и по углеводам. А я немножечко выпущу большой кусок книги. Давайте какой-то следующий фрагмент я вам зачитаю. Помните, что если вы съели углеводы, но не сожгли их с получением энергии, не сделали из них гликоген, то вы гарантированно сделаете из них жиры. И жиры в вашей тарелке имеют мало общего с жирами на ваших боках, так как жиры на боках – это не передозировка жиров в тарелке, это передозировка углеводов в тарелке. Вот так какова же суточная норма потребления углеводов. Выдержка. Согласно Совету по продуктам питания при Институте медицины Национальной академии наук США минимальным жизненно необходимым пределом потребление углеводов является ноль при условии адекватного потребления жиров и белков. Это не значит, что я рекомендую отказаться от углеводов, ни в коем случае не подумайте так. Просто действительно в нашем организме с образованием энергии могут сжигаться кто угодно – и белки, и жиры, и углевод. Так-то. А все потому, что углеводы являются самым легким источником энергии, но не единственным. Если вы прямо сейчас примете решение провести 14-дневный эксперимент, если вы прямо сейчас решите спустить количество потребляемых сахаров до минимума, ваш организм через 2-5 дней нежным голосом скажет вам. «Послушай, милый хозяин, ты всегда давал мне тонну углеводов. Я подстроил синтез инсулина под прием этой тонны. Что случилось? Откуда новые обстоятельства? Где мои углеводы? Где моя энергия? Если так будет продолжаться, я не отвечаю за бесперебойную работу головного мозга». Спасибо. А вы ему отвечаете. Уважаемый организм, понимаю твое негодование, но Бахтина сказала, что ты можешь сделать энергию из чего угодно. Углеводы – самый простой путь. Под напряге есть чуток. Сделай энергию из жиров. Это липолиз. Их у меня приличное количество. Соответственно, дальше у нас идёт 3 выгоды перехода на липолиз. Сжигание жиров. Вот тебе 3 выгоды перехода на липолиз. Не унимаетесь вы. Первое. И тебе хорошо. В результате липолиза расщепления одной жирной кислоты выделяется 131 молекула энергии. А в результате расщепления глюкозы всего лишь 38. Второе. И мне хорошо. Я сдуюсь в объемах. Третье. И головной мозг не в накладке. В результате липолиза выделяются кетоновые тела, которые являются лакомством для мозга. А не ему понравится больше глюкозы. Вот увидишь. Давай проверим. Мой эксперимент на себе, на меня, на себе длился ровно 14 дней. Так как я была не сильно запущена, то есть я осозналась, когда было плюс 4 килограмма к моему обычному весу, то этих двух недель хватило, чтобы мои объемы стали такими же, как в моё 25-летие. Вес тогда я не догадалась проконтролировать. Но через 2 месяца, с момента перехода на новый стиль питания, мой вес стал таким же, как в моё 25. Потом идёт моя фотография. Не расстраивайтесь, если у вас не получится так быстро, как у меня. У меня был избыток массы тела, всего 4 килограмма, носила я его менее 1 года. Поэтому мне досталась лёгкая победа. Но если у вас приличный перевес, держится столько, сколько себя помните, если вы тем более не имеете права питаться, как описано выше, ну вот тот рацион, который я просчитала, но вам его не зачитала. Так как каждая новая молекула жира, что она делает? Убивает мышечную ткань, удушая её капельками жира. Зеркало приближает вас к сахарному диабету 2 типа. А сейчас это просто эпидемия. Нарушает вашу эстетику. Плохо выглядит в зеркале. Весит, а значит разрушает суставы. Накапливает токсины, жирорастворимые, которые с трудом выводятся из организма. Препятствует нормальной двигательной активности. Знаете, есть такой термин «грация бегемотика». И убивает уверенность в себе. Я могу продолжать, но я думаю, что вы меня поняли. Некоторых интересует вопрос, а что будет, когда все жиры поплавятся? Отвечаю. Когда вы начнёте нравиться себе в зеркале, даже совсем без одежды, тогда вы можете чуть менее строго относиться к углеводам. Для того, чтобы понять, как это чуть менее строго, нужно ввести термин «гликемический индекс». Но об этом попозже. В сопроводительных письмах, которые вы начнёте получать с 14 февраля, я, ну как бы, вот те моменты, которые в книге освещены, я уже их не повторяю. То есть я думаю, что вы уже всё прочитали, и вы молодец, и вы разбираетесь. То есть это уже на определённый уровень человека рассчитано, который, ну как бы, базу уже получил. Поэтому прочитайте книгу, успевайте, и вот просто идите, идите за мной по материалам, сопровождающих писем. К сожалению, в истории человечества было много тёмных эпизодов, которые продемонстрировали, что происходит с телом человека, когда нет еды, и все запасы жиры сожжены. Я сейчас говорю о концентрационных лагерях. Вспомните, как выглядели эти люди. Кожа до кости. Так происходит, когда организм начинает пользоваться белками, как источником энергии. Организм берёт белки тела, расщепляет их на аминокислоты и аминокислоты в топку. Как объяснить выражение «пухнет с голоду»? Это безбелковые отёки. Нет белка – нечем удерживать воду. Вода остаётся вне клеточной, отёчной. Ну как, что вы скажете мне? Просто там следующий блок про диеты, кстати говоря. Может быть, знаете, о чём чуть-чуть я передохнула? Может быть, вы мне дадите какую-то обратную связь. Если вы говорите «слышали», да, я знаю, что вы слышали. Вы же аудитория такая, которая интересуется здоровьем. Есть такой термин. Вы те люди, которым не наплевать на собственное здоровье. Соответственно, скорее всего, вы ищете и находите информацию. Может быть, у вас есть какие-то личные результаты в связи с тем, что вы ищете информацию, находите информацию, что-то меняете в своём теле, в своём питании, в своём стиле жизни. И у вас есть какие-то результаты по энергии, по двигательной активности, может быть, по весу у кого-то, может быть, у кого-то по объёму талии. Может быть, кто-то начал носить одежду меньшего размера. Может быть, кто-то вышел замуж или женился. Если мало белка, то задерживается вода в организме. Это называется безбелковые отёки. Точно-точно. Об этом я говорю в первой части книги, которая посвящена белку. Окей? Так, ну хорошо. Пока все молчат. Ну ладно. Давайте тогда про диеты, да? Про диеты. Многие девушки, активно стремящиеся похудеть, в век пищевого изобилия, садятся на ограничительные диеты, которые не дают организму ни энергии, ни стройматериала. И худеют, как миленькие. Но после такой диеты, как только хозяйка начинает есть, такой организм запасает всё до последней капельки. Вот реально, у меня есть люди, которые говорят, Лен, я только смотрю на торт и уже вижу, где он у меня отложился. Поэтому, потому что не знает, когда у хозяйки очередной раз съедет крыша. Так что можно сказать, что организм весьма злопамятный, помнит каждое лишение, каждый стресс. Вот поэтому эффект от каждой следующей голодовки, ой, извините, простите, конечно же диеты, ниже, чем от предыдущей. Если спросите у человека, который занимается психосоматикой, что такое ожирение, тот ответит, организм защищается. От кого? Да, от тебя и защищается. Ты для клеток высшее сознание, не всегда доброе, светлое и пушистое. Ты иногда, реже, но такое тоже бывает всегда, держишь своё население в страхе, недостатке, дефиците. А ведь ты бог для них, для своих клеток. От тебя всё зависит, их жизнь, возможность иметь потомство, чисто вокруг или они плавают в мусоре. Ты для них высшая сила. Что же ты так? На кето-питании 8 месяцев минус 10 килограмм от вес без физической нагрузки. Ну да, смотрите, кето-питание – это тоже низкоуглеводный стиль питания. Почему я не использую именно кето-питание? Потому что я работаю с различными людьми, которые в разной степени износа желудочно-кишечного тракта, в том числе с пожилыми, в том числе с беременными. То есть мне нужно поаккуратнее работать, тем более, что работаю на расстоянии, это очень часто онлайн. Вот поэтому количество жиров я не расширяю особо. Мы не боимся жиров, но и не едим откровенно жирные вещи. При этом суточная норма белка, о которой в первой части книги говорится, и, конечно, низкое количество углеводов. Так, ну потом у меня опять расчет рациона уже, который я подкорректировала. Кстати говоря, где книга? Книга, ее нужно заказать. Ссылочка, по-моему, на книгу в шапке профиля, или если в шапке профиля вы ничего не найдете, напишите в директ, и Танюша вам сбросит ссылочку на книгу. Она придет 14 февраля вам на почту, и вместе с книгой начнете получать сопроводительные такие письма с полезной информацией от меня. Их будет 30 штук, 30 писем в течение 100 дней. Это мое сопровождение, потому что это не просто книга, это книга-тренинг, которая призвана улучшить эстетику, улучшить здоровье, откорректировать питание, сделать профилактику болезни цивилизации, сделать так, чтобы вы могли просто гордиться собой, своим телом, носить одежду меньшего размера. Ну и, вы знаете, человек, который в оптималочке, он очень много всего успевает, у него высокий уровень энергии, и он ищет свое предназначение, и, как правило, находит. Добрый-добрый. 1750 рублей стоит, ну, загляните. А вот после 14-го числа просто будет повышение цены. Итак, ну, давайте, я опять пропустила рацион. Вы знаете, рацион я корректирую буквально тремя вычеркиваниями. Я вам покажу на страницах книги, как взять свой рацион и вот тремя вычеркиваниями сделать из него идеальный, потому что мы с вами очень разные. Мы живем в разных городах и в разных странах, и питание у нас сильно отличается. И я не вправе диктовать вам какие-то определенные, определенный стиль питания. Но вот этот метод трех вычеркиваний оставляет вас в вашем привычном питании. То есть мы меняем, ну, буквально, не знаю, 10%, что ли, да, такую вправочку вносим, и это дает очень крутой результат. Но не 10, мы 20% делаем перемен, и это дает вам 80% результата по правилу Паретта. Круто? Ну, хорошо, давайте-ка, то есть что мы с вами должны сделать своим питанием, изменением питания мы должны сделать так, чтобы организм научился извлекать энергию из жировых депо. Это переход на липолис называется, сложная штука, а энергия глюкозы нужна прямо сейчас организму. Поэтому возможны различные провокации со стороны организма. Ну, то есть может немного поколбасить, такой научный термин специальный, поколбасить. Как это звучит, поколбасить? Организм может сказать, съешь конфетку, или ты очень хочешь печенье, оно такое вкусное, или все едят суши, читай, рис в 100 граммах, 20 грамм углеводов с гликемическим индексом 80, а ты что, он же не сладкий. Или, если ты сейчас не выпьешь сладкого кофе, я отключу мозг. Все это не страшно, если вы не имеете сахарного диабета. Вы не гипуете, диабета нет, а углеводный обмен уже нарушен. Состояние называется гипогликемия, низкий уровень глюкозы в крови. Видите ли, для организма и для доктора, который вас наблюдает, высокие сахара не так страшны, как низкие. Высокие сахара просто убивают белковые структуры тела. Подробнее об этом я пишу главу по углеводам, она войдет в следующий блок. А это очень грозное осложнение. Но это не сейчас. Вот высокие сахара, да, это убийственно, но это не сейчас, а где-то лет через пять, через семь. А вот низкий сахар в крови, это сначала трясет, нападает страшный жор. Съешь хоть что-нибудь. Холодный липкий пот, чувство страха смерти, в глазах темнеет и можно потерять сознание. Для больных с сахарным диабетом есть опасность попасть в гипогликемическую кому, так как мозг отключается при низком уровне глюкозы в крови. Поэтому диабетики носят с собой конфетки, сахар, таблетки, глюкозы, чтобы сразу помочь себе при первых признаках знакомого состояния. Поэтому доктора при подборе дозы инсулина больше опасаются гипогликемии. Разрешают вам больше углеводов, чем можно было бы, уравновешивая большими дозами инсулина. Поэтому знать вашу дозу углеводов, которая минимальна, но при этом не даёт вам сползти в гипогликемии, ваша задача. Конечно, книга написана для здоровых людей. Но такие вот моменты, ремарочки я себе прям могу позволить, потому что у меня даже группа есть такая. Она называется, в скайп-сопровождении она называется «Моя глюкоза 5,5». И там у меня собрались девчонки, которые побороли своё состояние. Ну как, они научились жить и питаться таким образом, что их уровень глюкозы в крови нормальный, несмотря на то, что они имеют сахарный диабет второго типа в течение уже многих лет. И, соответственно, ладно, это уже вглубь иду, не буду. Хорошо. Прогипующих. Прогипующих. Это пока здоровые люди, у которых бывает то, что я пишу в истории. Едем мы с мужем в машине. Вдруг Юра, Юра это мой муж, пледнеет, останавливается и ложится на руль головой. Дыхание частое, поверхностное, пульс нитевидный, лоб холодный и мокрый, в глазах темно. Я знаю, что делать. Выбегаю из машины, добываю сладкий кофе. Тогда мы ещё пили растворняк. Покупаю шоколадку, скармливаю ему всё это. Через 15 минут мой муж как новенький. Скажите, пожалуйста, у кого в течение жизни хоть раз было такое состояние? Может быть, вы припомните вот эту симптоматику. Это называется загиповал. Когда уровень глюкозы в крови ляпнулся ниже нормы, и головной мозг говорит, не, всё, теряю сознание. Но вот как бы особо не теряет сознание, но вот такое состояние, которое я описала. Трясучка ещё называется. У кого хоть раз было такое состояние, поставьте, пожалуйста, плюсик, плюсик. Может быть, расскажите, как вы выходите из этого состояния. Или если уже не повторяется, то что вам помогло больше не попадать в это состояние, окей? Так было часто. Я понимала, что что-то не так с углеводным обменом, но не знала, что это что-то не так, делаю я. Ага, вижу, вижу. Я неправильно вскармливаю свою семью. Ну, давайте, пока я перелистну, я так скажу. Я очень люблю то, чем я занимаюсь, потому что стоит человеку это объяснить, особенно тому человеку, кто готовит. Он начинает готовить иначе. И он начинает вытаскивать, вижу ваши плюсики, и он начинает вытаскивать свою семью на принципиально другой уровень здоровья. На принципиально другой уровень здоровья. По второй специальности, по первой специальности я акушер-гинеколог, а по второй специальности я генетик. И ко мне очень часто обращаются люди с таким вопросом. Лена, у моей мамы сахарный диабет 2 типа, у моей бабушки был сахарный диабет 2 типа, это был диабетическая стопа и ампутация. У мамы есть сестра, у которой сахарный диабет 2 типа, это же наследственное. А я говорю в таком случае, конечно, наследственное, конечно, но только передаётся не через гены и не через хромосомы, а через вилку и ложку. То есть бабушка так кормила свою семью и так научила маму, что так себя кормила, что заработала сахарный диабет 2 типа. Так маму приучила себя кормить и свою семью, что заработала мама уже сахарный диабет 2 типа и тебе передала пищевые привычки. То есть это наследственное, действительно. Пищевые привычки передаются из поколения в поколение. И задача книги в том числе сделать целую генерацию людей, если вот повезёт, если вам понравится, если вы подарите эту книгу своему знакомому, если вы придёте и получите от меня 16 февраля манифест и захотите участвовать в этом движении. Ну, в общем, если эту книгу прочитает хотя бы 100 тысяч людей, то мы сможем сделать очень серьёзный прорыв в здоровье населения, в здоровье нации, в здоровье людей, не допуская человека до сахарного диабета 2 типа. Ведь он — это уже очень поздное проявление. Раньше, более раннее проявление — это просто рост артериального давления, который заканчивается инсультами, инфарктами. А ещё более раннее проявление — это рост массы тела. И любой человек, который имеет окружность талии больше 80 сантиметров и думает, что с ним ничего страшного не происходит, он просто на границе этих изменений. Понимаете? На границе. А ещё что я хочу вам сказать, я не знаю, может быть, я вам уже говорила, но я когда-то была потрясена экспериментом. Эксперимент был на летучих мышках. Их заперли в пещере без выхода наружу. То есть они голодали, эти мыши, они не могли вылететь и поесть. Потом взяли 10% этих мышей и показали им путь, как вылететь, поесть и вернуться. А все остальные 90% продолжали голодать. Тогда учёные решили посвятить этот секрет, отдать 20% мышкам, чтобы 20% мышей понимали, как вылететь и вернуться. А 80% мышей голодали. Когда количество осознанных, то есть тех, кто знали, как поесть, стало 30%, вся стая автоматически вдруг как бы её осенило. И вся стая начала понимать, как вылететь из пещеры, чтобы поесть. Понимаете? То есть это как общее такое знание охватило сразу всю большую стаю. Я думаю, что в человеческом обществе примерно то же самое. Когда 30% населения нашего шарик начнут питаться, вести такой образ жизни и, возможно, иметь правильные мысли в отношении взросления, в отношении инструкции по эксплуатации собственного организма, вот когда это с нами произойдёт, то просто вот не надо всех вылавливать все 100% населения, просто это станет общим знанием. И, возможно, мы с вами в преддверии этого большого изменения, ну да, может быть, я немножко глобально мыслю, но я всегда об этом мечтала и всегда думала, что это не, ну, недостижимо. Но я смотрю действительно на вашу реакцию, я вижу, что людям это ценно, и я сейчас, наверное, самая счастливая, которая только может быть. Так, ну что, мы тут на чём остановились? Это я разговорилась о том, что Юра гипповал, да, и я понимала, что я что-то делаю не так, но что конкретно? Нет, я всё понял, но что конкретно? Но шли годы, количество мозга у меня, видимо, увеличивалось, и вот на низкоуглеводном питании мы уже, ну, мы уже, наверное, лет восемь, тут написано опять, книга мучительно долго писалась и лежала, и я думала, что я никогда её не издам, ну да ладно. В первый год у мужа были ещё эпизоды гипогликемии, сейчас нет. Осталась только чувствительность к длительным перерывам в питании, то есть кормить его надо регулярно, иначе портится настроение и работоспособность. Вес у Юры уменьшился на 14 килограмм и теперь такой, как надо, у меня с весом минус 4 килограмма, и он такой, как надо, по весу растопому показателю, и ещё радует, что с дочкой 17 лет мы носим соседние размеры, футболочка у неё 40, размер, а у меня 42, а был уже 48. Боже, какие приятные слова, спасибо вам большое за ангела, спасибо выше. Ага, так, то есть разобраться в построении рациона крайне важно, не только с точки зрения эстетики, но и с точки зрения сохранения здоровья. Поэтому, если вы ограничили углеводы в питании и загиповали, немного верните углеводов, но старайтесь использовать гликемический индекс до 40. Чем можно помочь себе, если загиповали? Конечно, быстрее всего помогает глюкоза. Это для больных, смотрите, это не для всех, спасибо. Это для больных с сахарным диабетом. Таких людей обучают, как реагировать, когда они гипуют. Но вы имеете при себе, ну мы здоровые люди, вы имеете при себе низкоуглеводный перекус. Сыр. Сыр, чтобы не шоколадкой обходиться и сладким-сладким кофе, да, сыр, орешки, овощи или фрукты. Проще всего подавить это состояние новой тонны углеводов. Но тогда ждите повтора. Может, хватит раскачивать качели углеводного обмена? Как мы раскачиваем качели углеводного обмена? Не устали? Как вы думаете? Ну давайте еще небольшой кусочек, да, прочитаю. Потому что потом расчет рациона. То есть есть такой блок в книге «Расчет рациона». Я считаю, как бы, типичный рацион. Потом я делаю три вычеркивания, и получается идеальный рацион. И вот эти просчеты рациона занимают определенное, конечно, место в книжечке. Но я очень рада, потому что нам с вами очень легко считать рацион. Мы не считаем калории. Мы не обращаем внимания на жиры. Мы обращаем внимание только на белок и на углеводы, а именно даже не на количество углеводов, а на их гликемический индекс. Поэтому нам очень легко, ну это прям никакая не методика, просто это здравый смысл, обращать внимание только на самое важное по правилу Парета. Сделали всего лишь 20% наблюдений и получили 80% результат. Очень круто. Так, как мы раскачиваем углеводные качели? Да, спасибо. Даже не дышу. Дышите, дышите. Так вот, на завтрак съели углеводики. Но мы же не стали есть простые, мы съели сложные. Вот как раз через 40 минут после тщательного расщепления крахмала в вашей овсянке или другой каше, уровень глюкозы ползет вверх. Эта ситуация не остается незамеченной. Для того, чтобы удержать нормальный уровень глюкозы в крови, выделяется инсулин, запихивает глюкозку по клеткам, но делает это крайне эффективно, так как его выделяется слегкой, тренированный, часто выполняет свою работу. Уровень глюкозы в крови стремительно падает, но под воздействием инсулина. Спасибо. Головной мозг начинает переживать, а вдруг упадет ниже нормы, будет гипогликемия, потеряя управление, срочно есть, подходящее слово жрать. И по счастливой случайности хозяйка уже доехала на работу, а там печеньки с чаем, фух, еще 70 грамм в кровь вплюхнулась, и история продолжается. Глюкоза вверх, глюкоза вниз, вот вам и качели. Помните, организм гибкий, он перестроится. Только действуйте вдумчиво, слушайте себя. У кого приступов падения глюкозы в крови не наблюдалось, действуйте смело. Помните, ожирение – это когда организм выкручивается из сложных жизненных обстоятельств. Но это еще цветочки, ягодки впереди. Когда ему надоест это делать. У кого нет нареканий на структуру тела, нормальным и худым. Вам можно углеводы, но с гликемическим индексом до 70. Потому что углеводы с гликемическим индексом выше 70 – это от лукавого. Я расскажу во главе про углеводы. В конце книжечки вы увидите таблицы пищевой ценностей, в том числе гликемический индекс абсолютно всех продуктов. И у вас не останется вопросов по составлению собственного рациона. Почему я хочу, чтобы так все и было? Потому что ни у кого нет ключей от вашего здоровья. Вы живете с собой 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и уже не первый год. И готовите себе еду, вы сами себя кормите. Поэтому вы должны в этом разбираться, а не ваш диетолог. Понимаете? Диетолог молодец. Он разбираться должен с собой. А если человека один раз, не то чтобы научить, а показать, как работает, то, соответственно, он будет всю жизнь пользоваться во благо своё и во благо своих замечательных дорогих людей, которых кормят. Потому что мы своих родных людей кормим. Мы буквально создаём их тела. И задача, чтобы эти тела были на твёрдую пятёрку. На твёрдую пятёрку. Ну, вот это вот то, что я хотела вам сегодня зачитать. Там ещё много всего. Я надеюсь, была вам сегодня полезна. У нас прям такой углеводный день. Разбор по углеводам сегодня произошёл. Ещё давайте напомню, да. Книжечку можно приобрести до 14 февраля. Она стоит 17 тысяч... Нет, боже, нет, боже, что я сказал? 1750 рублей. Вместе с ней вы начнёте получать поддерживающие письма в количестве 30 штук. Ну вот, я думаю, может быть, чуть-чуть больше сделать. Ну вот. И эти письма будут приходить в течение 100 дней. Это 100-дневная поддержка. То есть фактически это книга-тренинг. Я от вас не отстану. Моя задача, чтобы вы пошли на физкультуру. Моя задача, чтобы вы начали больше двигаться. Моя задача, чтобы вы увеличили количество митохондрий в своих телах. Моя задача, чтобы вы на этих митохондриях начали сжигать жиры. Моя задача, чтобы вы нарастили мышечную массу, чтобы вы распоились. Ну, в общем, у меня множество задач, о которых можно особо не говорить. Но в целом все эти задачи реализуются в процессе вашего чтения и моего сопровождения. Поэтому, пожалуйста, не оставайтесь равнодушными к себе. Приобретайте книжечку. 14 февраля всё начнётся. А 16 февраля мы с нашей замечательной командой приглашаем вас на круглый стол. Потому что, если вы ощущаете, может быть, вы это ощущаете, как причастие к чему-то большому. Я, например, очень это ощущаю. Я думаю, что на этом круглом столе окажутся те люди, которые... Кто-то из вас, может быть, замечательный журналист. И может сказать миру вот эту информацию. Кто-то, может быть, из вас замечательно работает в социальных сетях и, может быть, полезен. Может быть, кто-то из вас имеет серьёзный такой вес в вашем окружении. И вы можете быть популяризатором этих знаний. Может быть, просто мы ещё и договоримся о том, что будем... Понимаете, может быть, вы не азартны, но в целом какие-то соревновательные такие вещи позволяют вдумчивее относиться к себе и, соответственно, давать больший результат по здоровью, по эстетике. Я не знаю, до чего мы договоримся, но мы обязательно на круглом столе о чём-то большом и светлом с вами договоримся. Да, приветик-приветик. Вот, поэтому регистрируйтесь, пожалуйста. Ну, там, собственно, нужно вбить только ваше имя и ваш e-mail. И мы вас обязательно пригласим на этот стол для тех людей, которые неравнодушны к собственному здоровью и хотят нести вот это пламя оздоровления нации дальше и дальше и дальше. Спасибо вам большое. Шедеврально мне нравится эта фраза. Всех люблю. Всех целую. Надеюсь, что мы ещё какой-нибудь такой вот круглый стол успеем сделать. Конечно, очень-очень плотно у меня всё по работе, очень много всяких идей по сопровождению и времени на сон действительно мало, но я никогда не была так счастлива, как сегодня, как сейчас. И я благодарю вас за поддержку, потому что в пустую аудиторию, в отсутствующую аудиторию не сделаешь то, что сейчас получается у нашей команды. Я вам очень-очень благодарна за сопричастность. Деткам нужно её читать. Нужно. Я ещё... Мы договорились, что следующая такая небольшая книжечка будет сказки про здоровье для деток. Вот буквально вот в таком же стиле, но совсем уже для деток, которые можно будет читать деткам. Всех люблю, всех целую. Желаю вам преобразований крутых в вашем теле. И прям предвосхищаю ваши результаты. До новых встреч. Пока-пока. Завершаем.